Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 22 главе книги пророка Исаии. 22 глава содержит в себе пророчество, которое Исаий Иерусалимский произносит об Иерусалиме, о своем городе и о своей стране. И он говорит о том, что события окружающих войн, передвижение народов и царей и войск, все это вызывает тревогу. Более того, в предыдущей главе он говорил о стражах, стоящих на башнях, чтобы видеть происходящее в окрестностях. И вот, что с тобою, что ты взошел на кровли? Город шумный, волнующийся. На эти кровли люди устремляются обычно, когда им нужно увидеть, что вокруг, когда они чем-то встревожены и перепуганы. И вот пророк говорит, город шумный, пораженные твои, ни мечом убиты, ни в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были пойманы, связаны с стрелками. Речь, по-видимому, идет о военных столкновениях, которые происходили поблизости, так, что их, может быть, можно было хотя бы смутно видеть с вершин или со стен, с башен Иерусалима. И вот вожди потерпели поражение, бежали и были пойманы и схвачены. И поэтому пророк плачет. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Я буду плакать горько. День смятения, попрания, замешательства. Вот такое видение дает пророку Господь. День смятения, попрания и замешательства. День, когда стену, казавшуюся неуязвимой, ломают, когда эламитяне, те, которые фигурировали в предыдущей главе, как покорители Вавилона, когда вот они несут колчан и долины полны колесницами и снимают покров с иудеи. Ну вот, начинается завоевание, начинается разорение. И дальше пророк говорит, ты смотришь на запас оружия в царском дворце, в доме кедровом, видите, что видите проломы и пытаетесь там разрушить дома, чтобы укрепить стену, устраиваете между двумя стенами хранилище воды для того, чтобы выдержать осаду и так далее, и так далее, и так далее. А на того, кто все это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. То есть пророк говорит о том, что наступил день битвы, наступил день осады, когда окрестные народы с громадными силами приступили, и вот-вот будет захвачен город, вожди бежали, и все вот прям пытаются организовать оборону. И заняты чем угодно, но только не смотрят на Бога, на того, кто издавна определил это, это разрушение. Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать и сетовать. А они вместо этого радуются, веселятся и пытаются попировать напоследок. И будем есть и пить, и мы завтра умрем. Речь идет таким образом о том, что для Исаии наступающее вот это вот завоевание, или, по крайней мере, опасность, смертельная опасность для Иерусалима, является результатом того, что люди не смотрят на Бога, не слушают Бога, и они пытаются убивать волов, резать овец, есть мясо, пить вино, веселиться. Возможно, кстати говоря, в поклонении разнообразным идолам, а может быть, просто вот действительно будем есть и пить, и мы завтра умрем в каком-то таком отказе видеть себя в перспективе вечности. И вот это то, что называется, то, что Господь называет нечестием. Не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете. Собственно, слово нечестие, в первую очередь, и наводит на мысль о том, что речь идет о каких-то языческих пиршествах, хотя все равно, конечно, полной уверенности и очевидности здесь нету, но все-таки речь идет главным образом о том, что жители Иерусалима не тем заняты, не туда смотрят, не смотрите на того, кто все это определил. Дальше еще несколько слов пророчества посвящены царедворцам, из которых там один высекает себе мощную капитальную гробницу на возвышенности и еще разными другими средствами обозначает свое величие. Но Господь говорит, все, что ты там пытаешься изображать, все это разрушится. Вот этот временщик Севна, который является начальником дворца, вознесся, возвысился в трудное время и торопится обозначить свой высокий статус, все это клен, клен перед Богом. И столкну тебя с места своего, и свергну тебя с степени твоей, и ключ дома Давидова передам другому, передам Елиакему. И тоже, конечно, это важное дополнение ко всей картине. Грозное завоевание. Война. Вельможи сбежали. Войска терпят поражение. Как мы теперь сказали, все плохо. По всем фронтам. Везде все разваливается. Но при этом вот какие-то полоумные совершенно царедворцы приделывают себе, не знаю, мигалки на колеснице и, значит, рассказывают, какие они великие и чего у них там еще есть. А завтра вообще рухнет все. Просто все. И вот это такой знак безумия. Знак безумия. И то, что казалось твердым, вот ты думаешь, что ты гвоздь, вбитый в твердую стену. И в этот день, говорит Господь, гвоздь, укрепленный в твердом месте, пошатнется и будет выбита, распадется вся тяжесть, которая на нем. Вот все, что не в Боге утверждается, все, что не в Боге пытается быть твердым, быть опорой, все это совершеннейшая тщита. И вот это может быть сущностно в пророчестве Исаии об Иерусалиме. Субтитры создавал DimaTorzok